Итак, как я сказал уже ранее, паспорт антирористической защищенности объекта нужен абсолютно всем медицинским учреждениям. Исключением являются только те учреждения, у которых нет индивидуального входа. Что это означает? Предположим, у вас клиника находится в каком-то здании, жилое помещение, такое бывает нежилое помещение. Нужно войти, например, в жилом помещении в подъезд и подняться на какой-то этаж. Бывает клиника в бизнес-центрах, в каких-то нестандартных помещениях. Приведу пример. Нужно войти в тамбур какого-то помещения, там есть еще иные арендодатели. И есть клиника, и она на каком-то этаже, может быть даже и на первом. То здесь на 90% это не индивидуальный вход. Соответственно, паспорт антирористической защищенности, скорее всего, делать не нужно. А также есть, ну, прям явные признаки, что это не индивидуальный вход. Допустим, в бизнес-центре есть клиника, опять-таки, неважно, на первом этаже и еще на каком. Если у нее нет индивидуального входа, чтобы попасть в клинику, нужно сначала зайти на территорию бизнес-центра. Там огромное количество арендодателей, иные, соответственно, организации. И вход с улицы отсутствует, только через бизнес-центр паспорт не нужно делать. А если вход есть, тогда нужно.